Сегодня у нас 14 мая 2018 года. Вот подходим к Алексею Устинову к дому. Вот у него новый дом, бревенчатый, нижний у него, насколько я слышал, без лестниц, а этот вроде пакет. Рядом отец живет, у Устинов, с тетью Валю Устину. Мир стройки вашей. Да, мир домосьму. Добрый день, в какой-то иной мир попали, брат. А еще такая стружка есть у вас. Смотрите, подлоги лица и иной стружки. Она крупная, птица такой не тратает, пока им нужна в напастилку. Такой много. Много забирайте. Ну что, все до вместе. По Христос воскреси с местами Сумки сницу Тухами Христа и Shepherdcommission Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Союз, Сыну и Святому Духу, Неприсын, Киви, Бог, помилуй, Отче наше, Ежеси, Нанебесе, Госвяти, Цей Матве, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Дай нам разумение и мудростью, поскуп вас в наших словах, и Слава, Я, Сыну и Святому Духу, Неприсын, Киви, Неприсын, Киви, Неприсын, Киви, Неприсын, Киви, Неприсын, Киви, Неприсын, Киви. Сюда садиться, хорошо запах не то что на мясокомбинате, зайдешь там бонь какая-то, это прям, дышал бы и дышал не то что у барабаша второго года. А то у меня, батюшка, сегодня утром было, на голубятнюю залез, чувствую, что-то когда вонь идет, и все, и от меня не заметил. Выхожу, смотрю, у меня тут голубь капнул, и вот этот, постоянно под носами. Ты не испугался, потому что уже еще дяпор проехал. Ну да. Так, батюшка, надо нам поговорить немножко, пообщаться. Вчера этот вопрос поднялся у нас, после молитвы в храме, был брат Никита, поднял вопрос, что нам надо там перестановку в храме, как это сделать, чтобы, ну вроде смущает сестры, стоящие на клиросе, вот. Хотя у нас уже двадцать шесть лет, двадцать семь, ну двадцать восемь больше будет уже это, но двадцать шесть лет, как мы в храме, уже собирались молиться в этом храме. Вначале было не обустроено, потом потихоньку устраивали, устраивали, и все, значит, проходило у нас. Что сказать? То, что есть у нас в храме, это не по хвальбу сказать, что, но, скажем так, дай Бог, чтобы было это в каждом месте хотя бы, хотя бы так. Может, где и лучше можно сделать, но хотя бы так, чтобы одеты были более благочестивее в храме, и во время богослужения, чтобы в храме не было базара, так скажем. Как сейчас во многих храмах везде. Идет служба, там в алтаре батюшки сами себе, а в храме там своя, говорится, обед не служится. Приходят, ходят по храму, там хирургимская, или там канон идет уже причастный, это безразвитие, там никто на это внимание не обращает. Только когда уже выйдет батюшка с чаши, тогда бросаются в чаши все. Понимаете как? Ну, у нас, может быть, и поменьше народа, и сразу этот устав устанавливается во время богослужения никаких хождений нет, и одежда. Такая, что, значит, прикрывающая и не выделяющая отдельной части тела, скажем так. Ничего до этого времени как-то у нас было. Ну, вот брат Никита вчера поднял этот вопрос, чтобы клирос как-то надо его на другую сторону подать, и как-то сделать так, чтобы не было видно их ни сзади, ни спереди. Сзади, сзади. Ну, а спереди-то все в груди надо будет убирать тогда. Понимаешь? Так, одеть так, чтобы их и незаметно было, что они были женщины. Уже никто нас за этого не поднимал этот вопрос даже. Клиросс у нас на клироссе, там у нас всего-то две-три сестры поются, которые поют совместно. Вот. И не только это еще. Я говорил об этом, что мы не можем другое сделать. Да оно и нет необходимости другого делать так, чтобы как-то сделать, чтобы вроде бы они стояли там не задом, а передом. Боком стояли, боком к молящимся стояли, боком они стояли к боящимся. Ну, с чем это вызвано? Не знаю. Спущает брата, значит, это все стоят они задом. Уже я скажу так, как у нас одеты сестры. Но я ни в одном храме, нигде этого, конечно, не видел. Чтобы так был клирос, всегда везде впереди, чтобы он был так одет. У нас юбки, платья длинные, прикрывающие все части тела. Ну, даже не это еще то, что подняли вопрос. Ну, дальше-то пошло. Уже со стороны брата, кому сестры там, сестры подходят и задаются, почему так? Ну, более не по-братски отвечаешь и обращение такое. Не хорошее, не доброе, не братское отношение. Все с ним. Об этом, значит, мы должны как-то поговорить. Как это мы... Значит, что? Тебя что не устраивает, Никита? Так, ну, если сначала говорить, то... Сначала говорить. Если вы 26 лет только вопрос задали, что... Ну, это не оправдание тому, что, может, это не стоит исправлять? Ну, задали 26 лет один раз. Задали какой вопрос? Ну, чтоб как-то разместить людей в определенном поле, в определенном месте в храме, в определенном углу. Если это впервые прозвучало, это не означает, что это какой-то нос. В первый раз это бывает всегда. Это первое. Ну, это бывает, это бывает, но... И второе то, что, вот вы говорите, вот меня как-то сестры смущают. То есть, это от обратного нужно смотреть. Наоборот, если ты молчал бы, например, можно было бы заподозрить, что я такой раз, я рассматриваю, что-то мне нравится. А если я просто поднимаю, чтобы убрать их с моих глаз, это говорит о том, что я как бы наоборот не хочу это смотреть, вы понимаете? Не хочу смотреть. На сестер смотреть не хочешь. Ну, как смотреть? Ну, смотря, как смотреть. В смысле, я вам просто как-то сказал, что они просто стоят передо мной, кругом. И они совершают поклон прямо, становятся в 90 градусов такое положение. То есть, буду расширяется, то есть, все такое выгибается, и... Ну, все бы ничего. Ну, не то, что прям это так не терпило, но это можно просто устранить. У нас храм всего 50 квадратных метров, 55 квадратных метров. Ну, где-то так, примерно так. Где находится всего-то это. Это у нас такой храм. Это в других храмах, где алтарь больше, чем у нас весь храм. И так, чтобы у нас разместить это. Или как я был мусульман, заходили там они, значит, это... посмотреть просто. У них отдельно, значит, в храме, у них как в ихнем храме, молятся только мужчины. А женщины там сзади как балкон и большая... завеса. То есть, они... не видят их никто. Они там поднимаются. Это я был в Туле. Так, заходили мы. Договорились посмотреть, как у них там... Вихнем вот так вот. Там у них отделенные, значит, женщины совсем отделенные. Они там на балконе. А в другом, в другом, были в Тобольске, там у них одна половина мужчин, а другая половина женщин тоже там этими портьерами отгородены. То есть, отдельно находятся. Мы православные, у нас этого нет, чтобы так отдельно отгородиться. Этого нет у нас. Понимаешь? Нет этого. Я не прошу отгородиться даже. И... Я постановлю разместить сестер слева, мужчин справа. Так, с чем это тебя смущает? Что? Какая сестра? Я уже сказал, почему это смущает меня. Это даже дело не смущения, это дело с травмом смысле. В логике, как сказать. Какое? Женщины стоят слева, мужчины стоят справа. В монастырях... В киросе мужчины и женщины у нас стоят. Как здесь дальше быть? Два кироса? Один женский, другой мужской? Да. Я думал, как неплохо было. Слева, допустим, отдельный кирос для женщин, справа там мужчины стоят. Вот здесь... У них же возможностей нет. Ну вот батюшка сказал, храм открыть небольшой храм. Он сказал, что и два-три человека там... Да, два крыла сидим где-то же, но тоже как бы... Тогда будет день, прохода не будет, вообще ничего нет. Да нет, это... Просто исходя из возможностей, надо реально, к реальности прожить. Да, реальные возможности. У нас один ведущий Люда, ее нету там, вообще петь нет, не читать, не петь. Хорошо, ну ладно, давайте так, представим пока. Отделили мы, а не стоят ли, а то что тогда? Будет. Будет то, что будет. Ну что дальше будет? Никит, мы вчера с собой шли, я говорю, ну что это даст, пусть они там. Ну ты все равно, что ты сам сказал, у тебя, у меня панорамное зрение, то есть, я говорю, ну неужели, вот у него он смотрит на иконы, панорамный, то есть, он смотрит туда, видит все вокруг. Я говорю, ну отдельно, они будут там. И что это? Ты говоришь, ну хоть в какой-то мере. То есть, по сути, это тоже ничего не решили. Сейчас идем с другой стороны, хорошо, если вы так не понимаете. И со стороны женщин. Женщины, они к этому просто привыкают. Они вот стоят, приезжают, молодые девушки там. Лиза, Анфиса и взрослые там. Они просто, ну подсознательно, они нагибаются к нам задом своим, где испражнения выходят, где там дети вываливаются. Ну где-то родные все равно находятся. Они как бы уже привыкают тому, что они нам показывают свой зад, грубо говоря. Таким невербальным образом таким. То есть, это на подсознательном уровне. Поклоны отменить? Нет. Поклоны отменить? Ну просто, я же сказал, ничего отменять не надо. Я ничего так учил, мне говорит то, что я не говорил. Я говорю, их поставить, их слева, мужчин справа. Или развернуть просто шли, развернуть 600 градусов. Зрение панорамное. Ты глазами смотришь туда, а видишь, что и справа, и слева. Ты же сам признался вчера в этом. Я сейчас скажу с другой стороны, со стороны женщин. Не надо женщин этим развращать. То, что они к нам показывают. Пиздям такие есть манеры, когда показывают, все не пренебрежение. Они выставляют эту точку людям на обозрение, и тем самым показывают свое отношение, характер свой. Я думаю так. Конечно, здесь должен порядок, в чем? Что женщины, конечно, они должны в соответствующее деяние. Вот сарафаны, вот у нас, допустим, в этом, в чем-чем, а вот в этом они, сарафаны у всех. Понимаете, дядя Володя, не в одеянии и делай. Речь-то не в одеянии. Вы хоть вот такой барахон, наденьте, что будет то же самое. Вот возьми, у нее сарафан, он идет от груди, и вот так колокольчиком. И нормальный длинный сарафан, он даже чуть попал, по полу идет. И она даже в кладице, скажем, ничего не это самое. То есть вот это, это бы надо обратить внимание. Вот. Ну, есть такие, но там же, поют они такие в основном все. В частности, у вас. Вот. У вас тут. Поэтому, а то, что ты говоришь, что действительно налево, ну что, храм маленький, действительно стоит, обзор весь. Все равно волей-неволей это их же видный сарафан. Это не это. А вот, вот, обратить внимание на одежду раз, а потом я скажу так, что, все это в нас зависит. Вот. Какой у тебя на кого? Вот в том-то наша, как бы сказать, борьба со страстями с разными. Если ты соблажняешься или что, ну ты давить надо в этом. Наоборот, ты должен, как бы, отводить, как бы, ну, не устремлять, не разжигать даже себе, что ли, как-то. Я вот так понимаю, мы вот в мире, ну, смотрим, проходим там, такие картины, смотрим, журналы такие, там, плевбой там, разные выставляют. Ну и что, я буду, о, выставлять, ну ты прошел, и все, ну, понятно, от этого не убежишь, глаза не закроешь. И все в себе тоже. Вот именно борьба. Борьба, лучше, больше борьба, она значима в миру, чем, ушел один, тебя ничего не соблазняет, нормально все. А вот ты попробуй, когда среди соблазнов, и удержи себя во всем. Вот это, вот это больше. Поэтому, я понимаю тебя, конечно, но, но пренебрежительное отношение к женщинам тоже не позволит. Вот там, женщина, ты молчи, там. Это, знаешь, Игнатий Тихонович, может, ну, он свое, ему еще, ладно, простительно, но нельзя же нам копировать все и всех. Ну, у каждого свое. Потом, мы главные-то христиане, а христианская наша должна быть разноценность, чистота, чувств, морали и все прочее. Мы должны бороться с собой. В крайнем случае, даже закрой глаза и молись Богу. Вот так вот. Янг Златовускак говорит, если у тебя что-то соблазняет, закрой глаза и молись, но если когда ты уже спать будешь, то тогда уже открой глаза. То есть, понимаешь, если что-то соблазняет. У нас очень много с вами зависит. К чему мы прилипаемся, к чему мы уходим. Ну, вот так вот. Теперь я отвечу. Ну, я буду по-кратку. Тезис там отвечу. А вопрос этот, возник бы тебя с какой, что тебя это смутило, что у нас на клиросе стоят сестры? Сюда, значит, что? Я отвечу на вопрос, Владимир. В плане, то есть, я должен как-бы терпеть, смиряться, да, если как-то смирять, бороться с собой. Ну, это да, это неправильно, это мы должны все делать. Но, к чему это терпение вот приводит? Приводят сейчас случаи, вы рассказывали, показательный пример в Париже. Вчера напал человек из Чечни, с ножом на людей, напал там, терзать их ножом. В интернете повсеместно, сейчас огромный приплыв этих вот иммигрантов во Франции, в основном. У них всегда это было, у них Алжир, Зиндин Зидан играл, футболист, он тоже Алжир. У них там было на сборной Франции, там чернохожие, негры, все, кто попал. В последнее время, теперь наплыв этих иммигрантов во Францию, он достиг просто такой точки уже, что они начали брать преимущества. И есть в интернет полный роликов, как эти просто приезжают, эти люди, они приезжают из арабских стран, у них там патриархат полноценный, нормальный, у них институт семьи сохранен, у них нормальный, здоровый, слава тома сохранен, но они, конечно, они безбожники по-своему, ну, такие не обученные, не катехизированные, злые, и в это проявляется еще, что не попадают в эту среду французскую. Видите женщин, мягко говоря, как они ведут себя, как они одеваются, что они там творят. И какие там стали мужчины, просто фуфелы, они не могут своих жен защитить, просто девушек, и они что с этой бабой там делают, они моплеухи там отвешут, насилуют пихун, и попало. Вот к чему это привело, толерантность вот это, что терпение, буду смиряться, не буду смотреть, я и сам стану таким слабым, как понимаете, и подвергну опасность то есть ту же личность, ту же самку, которую... Безбужники варят в собственном соку беззаконие, что те, что другие. Была бы порядочная женщина, она в это не пошла бы. Даже порядочный мужчина, он бы не пошел бы туда. А то, что они получают, они свое получают. Статистика такая. А при чем здесь этот пример, что там вот это мусульмане, приехали они там... К чему это здесь? Я так и не понял это. К чему это связать? К толерантности. К толерантности. Вот мы местное население, вон у мигрант приехал. То, что как бы мы тебя потерпим. У меня вопрос, Викита. Тебе скажи, вот твою ситуацию, допустим, мы можем исправить то, что на всех женщинах будет сарафан? Это первый вопрос. Или нет? Я сказал вчера, что сарафан у всех просто замечательный. Я таких вообще жизней. Я таких жизней упадал. Подожди, подожди. Он не сказал. Я не пойму. Это изменит ситуацию? Ты будешь по-другому, как ты реагируешь или нет? Или сарафан это... Даже если мы не ходим в сарафан, как у нас устаробряться, то есть это не поможет. Во-первых, неплохо ты сказал. В самом деле, я что-то не подумал. Во-первых, в сарафан все ходят. Ну а дальше-то что? Приезжает Лиза, Анфиса. Они уже девушки тоже спелые. Они видно такие стоят. Ну ничего себе. Как это может быть еще размышление? Ну они только недавно приезжали. Ну что, человек говорит то, что есть. Ну я говорю то, что есть. Да, зачем? Я взрослый человек, половозрелый. В жизни повидал. Я не знаю. Я не могу. Я не могу. Следующий вопрос второй. Скажи, если, допустим, клирос перенесли, сделали два правого и левого, а где гарантия того, что у тебя еще что-то не появится? Ты же сам этому гарантию не можешь давать. Я вам гарантирую, пока на данном этапе... И этому просто конца нет. Роман Валович начал с того, что я тебе скажу, когда он приехал, он начал двигать народ. И я такой говорю, а зачем ты это делаешь? Ну, вот бачишь, как это ходит с кадилом. Вот вы там туда-сюда ходите. Вот сразу вот вставай вот сюда. Так, ты воздействуй. Я после службы говорю, Роман, успокойся. Ты говорю, только приехал. Я говорю, даже Игнатий Тихонович, говорю, ну вроде как авторитет же там для вас. Я говорю, ничего против не говорит. Я говорю, да лишние два шага. Промяться-то стоишь, ты говорю, тяжело. Промяться, назад вернуться. Мне так Серафима сказала там или что-то. Потом я его отдернул, все, перестал это делать. То есть, и все, и на этом он не остановился. И опять дальше там началось, потом закрутилось, завертелось. Где гарантия того, что оденешь сарафаны, опять новое что-то придумаешь, грудь будет сильно там выпирать. Надо будет что-то здесь делать, спереди. К этому гарантию там. Подписать бумагу какую-то ангарную. Все, гарантия не будет. Я предложил просто план. Какой развитие стратегии дальнейших событий. Но дело-то не в этом. Ты предложил план, это еще, это хорошо. Приложил план, что есть у тебя о чем-то. Рассуждение о благочестии. Ты за благочестие, значит. Да. Это хорошо, предложил. Но дальше-то идет и нет, это уже оставим. Это доброе, что о благочестии ты храма и находящего в храме заботишься. Ну дальше-то кто? Идет тетя Люба. Тетя разговаривает. Ты, значит, ее осадил там. И других, чтобы... Ну ты иди, начинай. А где они? Ну у нас. Так, ну что? Что? Ну иди, иди. У меня они опасные. Они сейчас сюда придут. Где они? С этого конца начинают? У нас они. К нам подъехали. Ага. Ну ехай. А как ты покажи? Делай. Они только коров будут делать? Да. Ага. Дальше-то стало, Никита, рожать, что-то не это уже. Это было бедно. Ну все дело, ты предложения нет и нет. И все. Ну, скажем так, что действительно у тебя ревность о благочестии храма и приходящих в храм. Ревнуешься об этом. Это хорошо, это похвально. Ревность это должна быть, но она должна быть ревность по разуму. Ты, перед чем это ревновать, ты должен был посоветоваться. У нас есть в храме настоятель, батюшка есть, староста есть. Ты посоветился, как это вот это, стоит или нет поднимать этот вопрос. Вот. Ты еще этот вопрос не поднял, а уже началось недовольство. Тебе в общем, ты одного осадил, одну сестру осадил, другую осадил сестру. Ну и что? Какой из этого плод вырос? По порядку. По порядку. Какую сестру? По порядку. Ну, ты лучше знаешь. Вот. Чуть Люба. В кончате нашли. Да. Лена. Лена. Барабаш. Я тебя называю. Ну. Как конкретно? Ну. Что это такое? Давайте встретимся тогда с ней. И, разве как это было? Конкретно. Я в деталях, конечно, нет. Но ты обидел сильно, сестер обидел уже этим. Ты на своем что? Вы, женщины, вроде бы там, не ваше дело молчите. Ну, обиженных воду, говорит, возят. Ну, знаешь, нельзя так. Мы здесь община, община живем. Мы семья одна, скажем так. Нам же неприятно, когда нас обижают или нас оставляют. Хоть слово. Мы можем промолчать. Но неприятно. А женщинам тоже. Почему должны унижать? Унижать нигде нельзя. Посмотри, апостол Павел пишет, да? Что говорит, во Христе Иисусе все едины. Уже нет ни мужского, ни женского, ничего. Женщин запрещается говорить только в храме. Больше ты нигде не найдешь. Ты на Украине в храм ходил когда? Да. Ходил в храм. Значит, там ты в какой храм ходил? Там отдельно сестры и братья стоят и на клиросе. Как там? Я такого, наверное, не встречал просто никогда. Там где-то стояли, по-моему, каждый на своем месте. Причем я об этом как бы начал говорить. Ну, тогда мне просто не хватало как бы еще зрелости, что ли, чтобы об этом нормально поговорить со священником. Если ты просто был позрелее, посмелее, я бы так говорил, тогда лучше бы. Мне тогда было 23 года. Причем 22 года. Я пришел, я ничего не понимал. Я боялся этого всего. Есть мученики за Христа, которые были совсем молодые. 8 лет и 10-12 лет. Мученики, которые за Христа уже приняли мучения. И церковь сегодня их проставляет. Это не возраст. Я говорю о том, что я пришел к Вере, с такой жизнью страшноватенькой. И я просто, когда я к этому всем пристраивался, я особо не разбирался. Я понимал, что я должен быть только счастлив тем, что стою в храме, вдыхаю отдельный дым и принимаю благословение. Мне тогда было вот так вот довольно вот этого всего. Потому что только вчера еще я занимался продажей наркотиков. Что только там не творил. Я понимал, что я даже не разбирался, не читал ничего. У тебя в последний раз когда было общение с наркотиками? Ну, точно я не скажу вам. Ну, как года хотя бы. Ну, лет 6 назад это было. После этого ты ни разу не прикасался? Нет. Больше ни разу не прикасался. Ни к каким. Ни к большим, ни к маленьким. Там есть какие они разделяются, там сильные или не сильные. Если взять такое внимание, я за эти 6 лет не принял практически ни одну таблетку, в отличие от многих, которые принимают такие таблетки, которые действительно влияют на мышление. Я в этом мире всегда был трезвый, как стекло. То есть они заменяющие таблетки, наркотик заменяющие, так? Вы не поняли меня. Я за эти 6 лет вообще не принимал таблетки. Нет. Я говорю, ты принимаешь, которые таблетки. Ну, таблетки от температуры пьют, всякие астерины от головы. Ну, люди-то все принимают таблетки разные. Но так или иначе влияют на его сознание. Там написано, надо не принимать за рулем, при работе с механизмами. Я даже этого не принимал, отличие от других людей. Вот, что я имею в виду. Ты говоришь, Никита, вот, я, ну, сейчас вроде того, но опытный уже, зрелый стал. А я скажу, знаешь что, вот, вся жизнь, она все равно корректируется. И я вот про себя, вот, раньше, у меня одно, допустим, в 30 лет, 40, 50, 60, и все равно, я больше и больше уже, сами больше. И чем человек сознает больше это всего, он меньше осуждает другого. Говорит, как еще Ульям Шекспир сказал, говорит, вы грехи чужих так усердно беретесь осуждать. На свои, говорит, обратитесь, и вам некого будет осуждать. Вот так и, понимаешь, у нас у каждого свои грехи и свои погрешности. У одного, одного, другого, другого, третьего, третьего, там, и так далее. Ну, у каждого, поэтому слабости у нас у каждого есть. И надо быть терпимым чужим грехам. А себя, себя, надо более именно ограничивать все, бороться с своими страстями. Ты, если дружи, почему вчера в это реально, ты говоришь, что, кому я как, что-то обидно. Значит, я тебе просто напомню общий фон. Грубое поведение, невежественное. С женщинами, там, молчит, или, там, вот они меня учат. Ты христианин, жил с дядей Игнатием, а какой плод-то твой? Мы сюда просмотрели ролик, в слово молчей не говорил, там, я сказал, подожди. Вот он, типа, опять вы там учите, там. Где единственное место, где столкнование, мы говорим, что нельзя учить в храме. А женщина, да если она умнее тебя, да она учит, конечно. Она на улице, что я сказал. Ирина не говорил, что там, когда шли здесь, там, молчи, женщины. Нет. Ну, просто, что тебя поразило, что она начала тебе советовать. Ты говоришь, о, еще и женщина меня будет. Конечно. Это типичная женская пластинка. Ты сначала добейся, потом ты будешь достоин чего-то. Или там, жениться, там, должен сначала подняться по жизни, добиться авторитета. Надо работать денег, потом ты будешь достоин священной женщины. Она-то переносит все на проекцию духовной жизни. Сначала возрасти в мужеском возрасте. Сначала докажись своим трудом, свое благочестие. А потом ты будешь, типа, нас уже учить. Вот, что она мела в виду. Ну, а ты с этим не согласен? А сколько ждать надо? Бесноватому сказали, иди, расскажи, что тебе сделал Господь. Я не знаю, что она говорила. Мы шли, я говорю, вы как это, без пяти минут уверовали, и все надо сразу кого-то там обличать. Вот у вас тут сразу приехал, ты не тот. Тебе ощущение, что у тебя дигнать, с ним тяжело, вот он тебя это вот так, и ты вырвался теперь. Вот теперь тебе надо надком-то вот это вылить свое, что в тебе было или что. Я говорю, ты заработаешь только авторитет, ты вот проживи жизнь, как дядя Игнатий. А потом не надо обижаться, что Дебунов обижается, что его не слушают. А Игнатий Тихонович сказал, и вот сразу послушали. Ты проживи такую жизнь, и тебя будут слушать. Ты докажи это науке. Четыре года прожить надо, и в лагере просидеть надо. Нет. Духовную жизнь. Знаешь, в чем беда? Беда вся в том, что все пытаются примерить кольчугу дядя Игнатия. Кольчугу реальную. А он один такой. Или там один на миллион. В нашей стране 143 человека, допустим, по всей стране. А тебе Бог совсем другой проект дал. И зачем вы все пытаетесь... Вот это беда вот таких людей. Я согласен. Игнатий Тихонович особенно. Не надо из него делать какого-то невероятного человека. Особенно вы пытаетесь себя вести так, как он себя ведет с женщинами или с женой. Да это их не жизнь. Он просто себя так хорошо поставил. Он просто вот этот в нем стержень всегда был. Он всегда был с рождения. Он просто так... Ну, есть там гривоватости, но это мне в нем нравится. И не надо его в этом обвинять. Что только он один на миллион. Кто-то себе так просто поставил себя, а кто-то себя так не поставил за всю жизнь. А не потому что ты себя не поставишь. Тебе Бог не дал того, чего ему дал. Бог тебя будет искать на твоем месте. Бог меня не будет искать. Почему ты не ездил от Владивостока до Лиссабона? Да это не мой формат. Понимаешь? И вот в чем ваша беда. А вы потом обижаетесь. Можно я это договорю? Ты приехал сюда. У тебя планы какие? Здесь жить или так просто? Если честно, если доехал, я вообще как в Камикадо сел самолет, полетел, неизвестно. Я говорю сейчас про дом, про Потеряевку непосредственно. Про наше общество, в котором ты там что-то огород собираешься. Да, именно. Пробовать себя. Говорю про стратегический план. Если ты приехал в общество, так разве так нужно начинать выстраивать коммуникации со всеми? То есть ты как себе будущее это представляешь? У нас общинная жизнь. Если ты уже начал с сестрами, а на них здесь очень много держится, на этих сестрах. Вот так вот себя вести, то есть именно по-хамски. Почему? Потому что я смотрю, что для тебя даже возраст там не очень-то значение играет. Я вчера списал частично на то, что ты как бы молодой, приехал тут. У меня было немножко, когда я приехал так. Вот чуть-чуть пожил, посмотрел сам в это и уже как бы не то, чтобы кардинально, но уже что-то по-другому стал мыслить. Ну вот. И тебе советую на поворотах быть по осторожней. Куда это самое подражать Игнатий Тихонович? Надо в хорошем. Вот в хорошем, да, подражайте. А в таком, допустим, я с ним во многом не согласен, допустим. Но это не значит, что я не уважаю и не значит, что я, допустим, с ним враг или что-то. Нет, да, мы спорим и на раз, да, там. Ну что? У него свое видение, у него надо понять. Жизнь женатого человека и жизнь неженатого человека, это абсолютно. А он один. И он на этот путь пошел. Он, я как его знаю, еще с 15 лет, все. Он идет на этим будет. И потом многие, как я говорил, суются волки, а хвост собачий. Ты никогда не будешь таким, как он. Никогда. Я не буду таким. Потому что надо правильно, как я сказал, жизнь надо прожить его. И тогда вот. Поэтому у каждого своя жизнь. Потом, по-моему, это апостол Эков, да, пишет, что говорит, не все становитесь учителями, говорит, потому что вы больше осуждения себе примите. Потому что, да, учить можно, учить надо, подсказывать надо. Ну, во-первых, тактично, во-вторых, ну, как говорится, с рассудительностью, как можно сказать, как подойти. И, прежде всего, пример самого себя. Как я могу учить человека, если я сам в этом грехе или в другом? Я даже считаю, что я не имею морального права его там что-то учить или говорить. Ну, подсказать я могу, раз-два подсказал, нет, ну и все, оставьте. Все. Каждый ответит за свое. А ты говоришь, я... Прежде чем поднимать этот вопрос, поведение в храме, как там вести кому в храме, ты мог бы подойти к настоятелькам, я посмотрю, как вот это? Может быть, стоит нет побеседовать на такую тему? Да. Понимаешь? Ты этого ничего не сделал. Ты сам, то есть, ты решил, что ты это твердо уже уверен, что именно должно быть так, и ты давай уже в открытую ставить это что-то. Должно быть так. Так вот, только так. Ну, так не может быть. Так. Мы бы поговорили с тобой, посоветовали, сказали, как тебе, может быть. Может быть, не им, а тебе место сменить. Потому что они-то все стоят, одному-то легче место сменить, чем всем им. Ну, а ты сразу вот так вот и вызвал к себе такое недовольство сестер, вот, недовольство братьев. Сразу поставил, что это тебе, как бы, ты считаешь, что это твое благочестие, такое ревность, а чистоте, что ли? Да нет, конечно, этого нет. А вот тебе показалось, что должно быть так, вот только так, а не иначе. Так не бывает. Только так было. Оно, может быть, и должно быть, допустим, так. А дальше-то что ты не подумал? Допустим, ты вот так в открытую сказал, в открытую. А дальше-то что, не просчитал шаги-то какие? Хотя бы несколько вариантов. Все приняли, как будто бы. Другой вариант. Все не приняли, обозлились. И со всеми вытекающими последствиями. Ты только приехал, еще здесь и не живешь. Прожил там неделю, ну, две недели, можно сказать. Ну, то есть, небольшой отрезок времени. Совсем. И ты как-то поставил так, что уже, как бы, конфронтацию с себе и сестерой. Как это? А ты думаешь, какое-то дело ты сделаешь. И вначале потихоньку, как оно будет принято или не принято это. Посоветовался с кем-то. А тогда этот вопрос поднимать уже. Понимаешь как? А ты сразу, а вот это так, вот должно быть так, это только так. А какой? Ты уверен, что так это лучше или нет? Предприятие состоится-то при множестве советов, так сказал Премудрый? Совет, я и призвал. Совет. Где совет? Ты с кем? Ты вынес уже это на, как бы, в конечном результате. А ты вначале бы посоветовался. Я сказал, с батюшкой подошел. А вот как? А ты до этого? Нет, ты на рассмотрение это. И не только. Ты бы сказал, я отступил в рассмотрение, как будет реакция. А ты дальше. И что? Ты приобрел кого-то отношение к себе с сестер или что? Ты этим приобрел себя? Как было дальше? Ну, мы там после богослужения поговорили и там, ну, как бы, так и не закончили током. А на собрании просто встал и попросил, чтобы из меня уже не делали какого-то такого, там, непонятно, кто такой человек приехал. Сестры звучат, он такие страшные, смешные, дурачок какой-то. На собрании не надо было бы этого и говорить-то и не надо было. Ты сам, ты там, в предыдущем это, ты должен прочитать. А как к этому отнесутся? Как это будет воспринято? Положительно или отрицательно будет воспринято это? Ведь надо же не просто так. А, вот так вот. Ты с Романом имеешь такое общение? Нет, нет. Никакого. Он мне прислал, как и всем, статью, там, из сайта Кристине Максименко, Степаненко, точнее, Игнатий Тихонович. Всё. Больше ничего не прислал. И он с пятницы, насколько я понимал, как мне прислал это сообщение, больше в сети его не было. Тоже, хороший человек был. Начал с чего? Он мне, а вот это не так, это не так, это там что-то, давай дальше больше уже, и земля не такая, и всё не так. И власть не такая в России, не такая власть. Всё не такое стало. Понимаешь? Началось с чего? Кто-то плюнул это. Земля плоская. В ней есть край земли, там, это, и прочее. Начали наворачивать дальше, а с этого уже пошло. Он только подсунет что-то. А какое это имеет значение тебе для спасения? Круглая земля, шарообразная или плоская она. Тебе что это? Вот когда о земле плоской говорил, я даже, ну ладно, давай оставим. Это на дело спасения ничего не имеет. А когда он попрал, как говорится, причастие, когда услышал, как так, причастие, ты, значит, всё уже. Это уже и не причастие, я вообще в шоке. Как так? Я вчера причащался, скажем, две недели или недели назад, а сейчас уже ничто. А так. Так получается, у тебя нет стирки? Духа лжи. У тебя нет стирки. Стил себя духа лжи, а дальше уже пошло всё это. И будет наворачиваться, он этот дух будет наворачивать. Поэтому, Никита, здесь, в обществе, ты первым делом должен был бы посоветоваться, поднимать мне этот вопрос. Ты считаешь, что если есть у тебя духовник, батюшка, ты с ним должен был бы посоветоваться. Как поднимать мне этот вопрос? Вот меня смущает. Вот это что-то смущает. А тогда выносить уже на всеобщее обозрение это. И ничего не это, и только ты приехал, пожил здесь две недели, и тебе уже показалось, что мы неправильно здесь живем, неправильно спасаемся. Выходит, что нельзя так, а вот надо так вот это уже. Батюшка, можно сказать? Многие, как говорится, пропитываются духом, ну как сказать, не духом, а влиянием Игнатия Тихоновича. Как он поступает там, допустим, в каких вопросах, должно быть так. Но, может быть, он и имеет на это право. Потому что у него очень богатый жизненный и духовный опыт. Уже 50 лет у него духовного опыта. В разных ситуациях. Беседу он имел и с православными епископами-метрополитами, и с сектантскими епископами, как старшие пресвитера у них называются епископы. Вот. И сколько имеет, кажется, духовных чад, которые из сектантов приняли православие. Об этом и свидетельства живые. Вон, возьмите, Геннадий Фас. Его спрашивают, что-то начнут там спрашивать. А как вы относитесь к Игнатию Тихоновичу? Он только то. Это, говорит, мой духовный отец, через который истинное православие опознал. Больше я ничего вам не скажу. Вот и все. Понимаете? Хотя он, может быть, и имеет что-то сказать. Но он относится с почтением. Это мой духовный отец. А через него, говорит, истину православие познал и принял. Все. И дальше нет ничего. Последнее, что он говорил, что он называл еретиком. Последняя информация. Нет, это ложь. Это нет никогда. Кто? Это кто-то сказал. Еретик какой-нибудь сказал. Что Геннадий Фаст его назвал еретиком. Если бы другой кто-то там сказал, еще его махнул. Геннадий Фаст, ты его не знаешь. Это, во-первых, по национальности немец. Ему сказать. Он обдумает это. Какая будет реакция. И что за этим последует. Будет ли от этого польза тому человеку, которому он скажет. Да никогда этого не скажет. Об этом даже и повторяй. Нигде не повторяй. Его не утверждайте. Потому что это конформация есть в интернете. Что он это говорил чуть летом. А интернет это. Интернет это. Больше это это. Перехотел бы показать. Всемирная, говорится, свалка. Хотел бы сказать. Что ты хотел. Что-то Володя хотел сказать. Я хотел сказать. Что с Никитой я жил уже не один год. Общаемся мы. Уже, как говорится. С самого как приезда он сюда. И у него с самого почти. С начальных дней все это началось. Даже в лагере там с сестрами. Катя Тинюка приезжала в тот же раз. И вы вообще молчите. Хотя мы сидели и рассуждали на библейские темы. Я не так сказал. Почему ты передергиваешься? Ты можешь подословно сказать? Ты выслушай сперва. Я тебя не перебивал сейчас. Ты изначально начинаешь неправильно говорить. Ну ладно. Она вышла. Обиделась тоже на это. Потом Галя тоже так же. До этого у нас ролик даже есть. Замечание было по поводу того, что ты ей не помог. Почему? Это было неоднократно. И так же. Например. Вот сейчас мы живем с тобой вдвоем в одном доме. Ты раз сразу. То есть. У тебя нету грани такой. Я здесь прописан и все. Я говорю. Здесь я старший назначен. Если я сказал тебе. Молчи. Давай прекратим эту тему. Нет. Ты дальше продолжаешь говорить. Там он начинаешь. Ты же это все набрал с интернета. Почему ты об этом-то не говоришь? Что там есть всякие эти мужские клубы. Которые считают, что мужчины обижены всеми женщинами в мире. И они сейчас бьются за эту справедливость. Почему ты об этом-то не говоришь? Что у тебя все это с этого еще начинается? Хорошо. Сказал? Нет, не сказал. Теперь слушай. Кого что? Я сказал, не сказал тебе. Сначала свое рождение я формирую свой взгляд человек. Я читаю разные книги. Я читал в детстве там. Начинал там читать там. Читал ремарки. Мне очень повлияло там. То, что написал о первой мировой войне. Поколение там этих солдат. Немцев. Которые выброшены были на обочину жизни. Это мне формировало всякие книги. Мне всегда что-то формировало. В течение всей моей жизни. Поэтому, что детство меня что-то переломило. Я стал какой-то такой. Это просто мое идет. Мне 29 лет. У меня возраст, можно сказать, переломный. Я формируюсь как личность. И меня обвинить в этом, что я какой-то такой неумудренный, неопытный, тоже не надо. Это уже не переломный возраст. Это уже завершающийся возраст. Христос вышел в 30 лет на прополь. Я даже еще на прополь по идее не должен выходить. А я уже хожу. А ты уже некому просто. А ты уже других учишь. Как жить и как спасать. Другие не это самое. Ты говоришь, я еще только у меня что-то... Какое? Уже заканчивается? Все, ты уже совершенный муж. Только что сказал Владимир Реценович, что наоборот. Мне уже 60 лет. И каждые 10 лет я меняюсь и становлюсь другим. А вы говорите, что тренируется. Меняясь они должны не это, а подниматься выше и выше. Все больше и больше. Вере и духовно. Более терпимость должна проявляться у нас. Снисхождение. Смотреть больше на себя. Не давать другим поступков таких, которые соблазняли чем-то. Понимаешь, ты только влился в это общество наше. И сразу такое. Ты подумал, а какая реакция будет на это? То, что я скажу, братья. Как это будет воспринято? Ты вначале должен был все это обдумать, сказать. А ты теперь только еще это. И вдруг ты к себе так всех сразу. Почему? Потому что глупо поступил. Давай на сестер, сестры, не целомодрен. Вот они там стоят. Что попало? Сестры не привычок. Сестры, они как бы повинуются в храме. То, что решает мужчина старший. А в чем сестры? Их поставить не стоят. Они не привыкают. Сестры, по большому счету, они не виноваты, можно сказать. Так. Виноваты. Ты выходил. Ты поднял-то этот вопрос, а ты поднял этот вопрос. А ты должен был обсудить, стоит или нет поднимать. Виноваты не в том, что ты вопрос поднял. Поднять этот вопрос. А в том, что ты, как ты его поднял. Результат. Ты думал, какой результат будет? Ты вот делаешь. Я сейчас циркат купил. Ты зачем их купил? Ты знаешь, что я их хочу вырастить, потом продать деньги, заработать. А вот в таких человеческих делах у вас то ли не хватает мудрости, то ли я не знаю, на кого вы смотрите. Почему вы дали-то не просчитываете? Ты сказал это специально демонстративно, в открытой форме. То есть это был не совет. Совет, когда ты к одному батюшке подошел один на один. Слушайте, вот у меня такая проблема реально. Это не моя проблема, это ваша проблема. Нет, это проблема. А мы то за эту проблему то не считаем. Ты думаешь сколько лет? Не поднял, что у тебя это соблазняет. Меня это не соблазняет. У меня жена есть. Меня не соблазняет. Я не смотрю на их задницу. Хуже тебя это понимаем. Мы разбираемся в этих. Что главное, что не главное. Что второстепенное. Где-то надо промолчать. А где-то можно говорить. И как говорить. Это же тоже много. И самое главное, под этим всей благочестивой подоплекой твоей. Так же как у Романа Малыша. Вектор разрушения. Где вектор созидания. Вы зачем сюда приехали. Если Дяди Игнати позволяет себе что-то в этом роде так делать. То, извини меня, он создал эту деревню. И у него там свои планы. Он знает как разрушить, как тут же собрать допустим. А вы-то не дня здесь потрудились. Да, трудились. Там все. Но вот так вот приехать и сразу внести разлад. На тебя сейчас все уже в обиде. Все, говорит, если будут писать заявление, естественно сейчас все против будут. Что зачем ты тут такой нужен. Это что такое? Это что созидание что ли? Ты приехал здесь как-то лучше сделать? Дурак уже понятно. Тебя даже на это мудрости не хватило. Понимаешь, а ты говоришь, у тебя мудрости книги читал. О чем ты читал-то книги? Ну. Подойди, спроси хоть, не знаю, хоть к нам, если тебе там батюшка не хочет. Батюшка, нет, мы соберели его там действительно собрание. Как говорится, поближе к возрасту. Подойди ко мне, давай с тобой, если тебе не зазорно. Володя Андреева, Иосиф в конце концов. Нельзя так. Ты неправильно поступил немножко по-хамски. Чуть больше уважения. Сестра это тоже люди. Это те люди, на которых здесь большая часть держится. Это школа. А школа это наше будущее. А если ты сюда думаешь о чем-то будущем, что ты там женишь, что у тебя дети будут, так и они же учить будут. Как потом, с какими глазами? Вот некоторые, знаете, ищут идеальные жены. Думаю, идеальные жены. Извини. Как они вот, есть которые ищут идеальные жены, и они постоянно остаются все время. Вот как и Саша Болотов. У него все. У него нет. И все, он уже закончился с этим делом. Он больше не... Так вот, ну мы-то идеальные или нет? А потом ты думаешь, что все довольны, которые с женами живут? Ну, у каждого свои проблемы. У одной вот, то болтливая, то непослушная, то где-то своевольная. Ну, что, каждому ей? Ну, как-то надо находить консенсию все равно. Ну, как-то вместе, вместе живем все равно же. Поэтому... Ладно, все. Время это. Я думаю, понятно дело, что... Потому что надо встретиться и думаешь все-таки серьезно жить здесь, в обществе. Начинай не с этого. Вот. Совета. Предприятие состоится при множестве советов. Вот так вот. Ты подошел в этот вопрос, я волнуюсь. И ты посоветовался, как это? Ты... Не на сто процентов же ты уверен, что именно это будет... Если поставить их туда, даже лицом сюда, то ничего у тебя не возникнет, никаких там соблазнов. Лицом сюда? Нет. Ни в этом дело. Ну, боком. Боком они еще будут фигурнее. Хоть боком, да. Это другое. Это надо будет что-то здесь делать, так им от подбородка, чтобы груди скрывало. Как в кино, там было одно, значит, девчонка там, он и усыновил ее, военврач. После Асхабада, землетрясения, девчонку, туркменку. Ну, она растет в Москве, там все, но они быстрее там созревают, девчонки там. Ей там 13 лет, там у него уже груди там, все, она еще пионерка там. Ну, я ей на стихотворение рассказал, ей там говорят, ты посмотри, куда тебе выходить нельзя. Она к отцу, а он главным врачом в больнице, она прибегает в больницу, слезает. Папа, он ее удочерил, она его папа уже. Папа, что? Что? Да что? Вот это вот убери у меня, вот это вот. Чего? Там смеются надо мной, что это вот. Вроде, значит, тебе говорит. Он говорит, дочка, может это, голову убрать? Говорит. Что это будет наверняка тогда. Голову это. Ну, то есть это, здесь даже в этом, ты посоветовался как-то, ты понимаешь, что обиделся и стер. Вот сейчас это не, значит, Натья, ты это, нет, Ирина, Люба там, даже все, Лена, Лена Барабашный обиделся. Всех теперь ты только приехал-то. Обиделся же в том, и смотри, допустим, моя жена говорит, вот теперь я буду стоять в храме, если впереди, вот. Вот здесь она на клиросе. Она говорит.